На заседании Общественного Совета Федерального проекта партии «Единая Россия» в Курганской области «Безопасные дороги» решался ряд важных и актуальных вопросов. С этого года координатором проекта избран депутат Курганской областной думы, член фракции «Единая Россия» Андрей Шиншин. На сегодняшний день, хоть и происходит снижение аварийности на дорогах на территории Курганской области, но этот вопрос остается как никогда актуальным. За круглым столом собралось сразу несколько представителей, имеющих отношение к вопросам безопасности дорог за Урали. Это представители администрации города, ГИБДД, депутаты областной и городской дум. Целью собрания было выработать общий план по взаимодействию для улучшения качества безопасного передвижения на дорогах, как пешеходов, так и водителей. Самым важным вопросом этой встречи стала безопасность маленьких участников дорожного движения. Председатель Общественного Совета Олег Прозоров озвучил, что безопасность передвижения детей на дорогах является неудовлетворительной. И задал вопрос, что сделано на сегодняшний день. Каким образом повлияла эта работа на безопасность вблизи школ? Начальник управления ГИБДД по Курганской области Михаил Чебыкин озвучил, что установлено оборудование в соответствии с требованиями новых стандартов по обустройству пешеходных переходов рядом со школами. А также привел статистику, что дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений за истекший год и текущий период не зарегистрировано. После трагического события, в котором погиб 7-летний ребенок, жители города неоднократно стали обращаться с вопросом о замене светофоров на более современные, таймером и разграничением потока движения на дорогах. Я, соответственно, тоже обращение подготовил на Андрея Генневича. Я так понимаю, что департамент городского хозяйства же это рассматривает. В свою очередь, директор департамента развития городского хозяйства Андрей Нелюбин пояснил, что все возможные и необходимые мероприятия планируются в этом году. Это и светофоры с дополнительными знаками, и оснащение пешеходных переходов. Все выполняется в рамках выделенных средств из бюджета. Общественный совет в ходе реализации проекта будет контролировать этот процесс. Результат от этих работ будет виден не сразу, не сиюсекундно. Это очень сложная работа, которую нужно в первую очередь сейчас создать, наладить и запустить эту систему, чтобы она работала. И потом в будущем мы увидим плоды от работы этой системы. По окончанию первой встречи было решено, что каждый из участников проекта разработает план действий по улучшению безопасности дорожного движения в Заурале и озвучит его на следующем заседании общественного совета. Следите за событиями. Жанна Карманова, Дмитрий Тихонов, Александр Карпов. Информационное агентство Курганру.